здравствуйте вы на канале баланс стиля сегодня я покажу вам как сделать выкройку такой оригинальной юбки такого плана юбка не встречается в магазинах а жаль ведь этот предмет одежды очень преображает образ например я люблю носить ее с комбинезоном которые сам по себе смотрится хорошо но в сочетании с этой юбкой образ становится интереснее так выглядит эскиз этой юбки в моем варианте юбки под поясом есть еще петли в которые продета цепочка юбка строится по принципу юбки четверть солнца но есть нюансы которые необходимо учесть и так приступаем я буду строить выкройку в уменьшенном варианте и для удобства принимаем вот этот дюйм за 10 сантиметров для начала нам нужно учитывать что полный обхват талии нам не нужен нам нужен объем который мы хотим видеть в итоге у меня талия 61 сантиметр но я возьму 52 сантиметра чтобы юбка лишь слегка прикрывала выступающие это забедренные кости вот здесь вот формула по которой мы рассчитываем радиус для выреза талии юбки четверть солнца радиус равен 2 умножить на объем талии деленное на пи для построения юбки берем бумагу складываем ее по диагонали вначале будем ориентироваться по вот этой точке в данном случае объем талии у меня 52 сантиметра умножаем его на 2 и делим полученное число на число пи которое равно 3,14 33 радиус у нас равен 33 сантиметра откладываем отсюда 33 сантиметра я беру дюйм за 10 сантиметров значит 33 у меня будет вот здесь определяемся какой длины должна быть юбка по бокам и по спинке у меня длина по спинке равно 49 сантиметров вот здесь на сгибе линия центра спинки откладываем здесь 49 сантиметров от нашей линии талии по бокам длина у меня равна 73 сантиметра важный момент это центр спинки и вот здесь должен быть угол 90 градусов от вот этой точки откладываем вправо сантиметров 7 10 под прямым углом соединяем вот эту линию с вот этой точкой такого резкого перехода быть не должно корректируем эту часть чтобы сделать плавный переход вырезаем вот так выглядит наша деталь в развернутом виде и вот здесь в целом она выглядит неплохо но я вот эту часть немножечко сглажу побольше так такой вариант меня устраивает определяем расход ткани долевая у нас по центру спинки ширину моя деталь равна 153 сантиметра в идеале найти ткань в ширину больше 153 сантиметров чтобы выкроить изделие цельной деталью ткань шириной 160 сантиметров подойдет вот я выкроила прямоугольную деталь с учетом моего способа измерения а именно принимая один дюйм за 10 сантиметров для наглядности складываем эту деталь вдвое чтобы посмотреть какой расход нам понадобится прикладываем нашу деталь нашим сгибом к сгибу ткани с учетом того что совсем экономно оставляем внизу совсем небольшой отрезок для наглядности положим линейку то есть для расчета ткани нам нужно измерить вот этот отрезок измеряем вот эту самую высокую часть вертикальную получаем 61 сантиметр еще учитываем что нам нужно оставлять припуски по одному сантиметру это еще плюс 3 сантиметра плюс 3 они плюс 2 потому что вот здесь диагональная часть в мы оставим припуск здесь сантиметр и вот здесь сантиметр и вертикально это будет где-то сантиметр 3 миллиметра плюс нам понадобится ткань для пояса у меня пояс в ширину равен 4 сантиметра в готовом виде значит выкраиваем его шириной 10 сантиметров то есть двойная ширина пояса плюс припуски на швы это 10 сантиметров то есть 63 сантиметра на юбку плюс 10 сантиметров на пояс получаем 73 сантиметра но это совсем впритык лучше такого не допускать и брать запасом если ткань в ширину будет менее 160 сантиметров вот например здесь мы ее сейчас уменьшим условно на 10 сантиметров таким образом выкройка уже не поместится подкладочная ткань на моей юбке была равна 140 сантиметров в ширину поэтому выкроить деталь цельной я не могла я сделала ее из двух деталей сейчас условно уменьшим эту ширину на 20 сантиметров ткань сложенном виде поэтому уменьшаем ее на 10 сантиметров здесь ну предположим так в качестве ограничителя положу линейку вот вот они мои минус 10 сантиметров как видите деталь полноразмерной уже не получится направление долевой в подкладке не так критично и можно слегка отойти от правил при необходимости выкроить изделие из двух деталей со швом по центру допустим расположим ее вот таким образом для удобства расположу ее к самому краю и потом учту припуски для этого нам нужно от самой высокой точки измерить деталь вертикально к самому низу 77 сантиметров плюс припуски по одному сантиметру с каждой стороны но так как здесь у нас диагональная часть припуск будет чуть больше вертикально то есть 80 сантиметров если предположить что основная ткань равна в ширину те же 140 сантиметров то мы выкройку таким образом не можем расположить в основной ткани важно соблюдать направление долевой строго по центру спинки в таком случае мы не можем сворачивать ткань вдвое располагаем деталь на ткани с учетом долевой правая половинка выкройки будет заканчиваться допустим вот здесь плюс припуск ставить место для припуска а левая часть если будете выкраивать две части не перепутайте не сделайте две одинаковые с учетом долевой например можно расположить вот здесь либо таким образом в таком случае расход ткани у нас равен 90 плюс примерно 3 сантиметра на припуске и плюс 10 сантиметров на пояс для пошива нам понадобится основная ткань достаточно плотно и слегка драпирующаяся подкладка не эластичная хлопковая ткань вполне подойдет можете брать в цвет ткани или по желанию любого другого цвета я буду использовать контрастные цвета для наглядности при пошиве клеевая понадобится нам для пояса пуговицы или кнопки у меня на поясе высотой в 4 сантиметра располагаются две такие кнопки также учитывайте если вы используете кнопки они пуговицы клеевая для пояса должна быть достаточно плотной и ники в цвет ну так как цвета у меня разные я возьму просто черные цена вот этот набор все что вам понадобится для пошива обычной простой юбки такого кроя если вы хотите дополнительно петли как у меня на юбке вам понадобится лента мне на юбке 5 петелек каждая длиной по 5 сантиметров которые я вдеваю цепочку равную 66 сантиметров в моем случае в качестве ленты для петелек можно использовать бейку при необходимости укрепленную клеевой так как видео вышло достаточно длинным разделю его на две части следующей части покажу как сшить эту юбку с нуля до готового изделия надеюсь видео вышло информативным и было вам полезным ставьте лайк подписывайтесь на канал ссылку на следующую часть оставлю в описании под видео